Преступления нацистов в Минске и его окрестностях. Из 1100 тысяч квадратных метров жилой площади, насчитывавшейся в Минске к моменту начала Великой Отечественной войны, после освобождения сохранилось 250 тысяч квадратных метров. Таким образом, город был уничтожен примерно на 80%. Окупанты разрушили 5975 жилых домов. Из почти 300 тысяч жителей, проживавших в Минске перед войной, к маю 1943 года осталось порядка 100 тысяч, а к моменту освобождения около 45-50. Из 332 государственных и кооперативных предприятий осталось только 19. Общий урон городу, нанесенный войной, составило около 6 миллиардов рублей. Народный архитектор СССР Владимир Король, принимавший самое непосредственное участие в восстановлении города, вспоминал, Не случайно возник вопрос, стоит ли восстанавливать город Минск на развалинах и руинах, имея в руках лопату и лом. Этот вопрос долго обсуждался. Предполагалась новая площадка на расстоянии 10 километров от Минска. В результате тщательных экономических расчетов, а также с учетом традиции и истории многовекового нахождения Минска на одном месте, было принято решение восстанавливать и развивать Минск на прежнем месте. Жизнь доказала правильность данного решения. Еще более страшными были преступления нацистов, совершенные в столице БССР против мирного населения. Один из первых лагерей в Беларуси был организован у деревни Дрозды в окрестностях Минска 29 июня 1941 года, то есть на следующий день после захвата города. Был издан приказ о регистрации мужского населения в возрасте от 15 до 60 лет. Одновременно по приказу командующего 4-й полевой армии генерала фельдмаршала Гюнтена фон Клюге там же в Дроздах создан пересыльный лагерь для советских военнопленных ДУЛАК-127. Военнопленные и гражданские узники, разделенные проходом для охраны, размещались на открытом пространстве, не имевшем никаких укрытий, даже деревьев. Территорию лагеря обнесли поначалу канатами, позже двумя рядами колючей проволоки. Наспех были сооружены вышки для охранников. Большая скучность, 30-ти градусная жара, голод, жажда привели к большой смертности заключенных. По оценке бывших узников этого лагеря, за 12 дней в Дроздах погибло не менее 2000 человек. В докладной записке немецкого чиновника Дорша указывало, что в лагере в Дроздах содержится примерно 100 тысяч военнопленных и 40 тысяч гражданских заключенных. В гражданской части лагеря отдельно содержалась интеллигенция, а на небольшом участке у болота – евреи. Из протокола допроса свидетеля Брюшкова от 25 декабря 1945 года. Сразу же после оккупации города Минска немецко-фашистские захватчики начали зверскую расправу над мирным советским населением. 29 или 30 июня 1941 года в лагерь возле урочища Дрозды, 3-5 километров от Минска, было немцами согнано все мужское население Минска – от 18 до 50 лет. Всего было собрано от 40 до 50 тысяч человек. Этих граждан держали под открытым небом в течение 10 суток, не выдавая никакой пищи и воды. Людям не разрешали вставать. Приближавшихся к реке, чтобы утолить жажду, тогда была неимоверная жара – расстреливали из автоматов. В результате погибло очень много советских людей. Именно в Дроздах нацистами совершены первые акты геноцида на территории Минской области. После освобождения в 1944 году Минская областная комиссия ЧГК обнаружила северо-восточнее лагеря 400-метровую траншею, в которой были захоронены останки 10 тысяч человек, расстрелянных гитлеровцами. По характеру предметов, одежды и по свидетельским показаниям это были гражданские узники лагеря Дрозды и населения Минска, привезенные к месту казни на машинах. Также здесь было захоронено около 200 пациентов психиатрической лечебницы «Новинки», которых умертвили газами от автомобиля в помещении бани-колонии. Страшное преступление совершили нацисты и в отношении еврейского населения. Крупнейшее гетто в Беларуси – Минское – было организовано по приказу полевого коменданта 19 июля 1941 года. 55 тысяч евреев города к началу сентября оказались за колючей проволокой в районе улицы Немиги. Огромная масса людей была расстреляна в небольших, в основном деревянных домах на территории 39 улиц и переулков. Исключительно тяжелые условия существования, скучность, отсутствие продуктового снабжения, запрет на контакты с белорусским населением, абсолютное бесправие, рабский труд – все это ставило узников гетто на грань выживания. Узники Минского гетто имели свой отличительный знак. На основании распоряжения германских властей все евреи от 10-летнего возраста и старше обязаны до 20 сентября 1941 года нашить на плечах и груди круглые желтые латы взамен повязок на рукавах. Так говорилось в объявлении от 17 сентября 1941 года. В ноябре 1941 года часть гетто в районе улиц Обувная и Сухая была отделена колючей проволокой для зондер-гетто, в котором разместили депортированных из Германии евреев. Еще до принятия Ванзейского протокола в январе 1942 года нацисты начали депортацию евреев из Германии на восток с целью физического истребления. Первый транспорт, в котором находилось 990 человек, прибыл в Минск из Гамбурга 10 января 1941 года. До конца 1941 года еще шесть транспортов прибыло в Минск из Дюссельдорфа, Берлина, Бруно, Бремена, Вены с общим количеством 6963 человека. После принятия нацистскими руководителями окончательного решения еврейского вопроса транспорты начали прибывать в Минск регулярно. В мае-октябре 1942 года в Минск было доставлено 16 транспортов из Австрии, Чехословакии, Германии. Всего в Минск в 23 транспортах депортировано 21 965 человек. Все они, за небольшим исключением, расстреляны в Благовщине. В ходе массовых погромов 7 и 20 ноября 1941 года, 2-3 марта, 28-31 июля 1942 года и в октябре 1943 года, а также в результате постоянных экзекуций между погромами, Минское гетто было полностью уничтожено. Количество погибших евреев в Минском гетто варьируется в разных источниках от 80 до 100 тысяч. Чрезвычайная государственная комиссия БССР на основании свидетельских показаний минчан определила количество жертв Минского гетто в 90 тысяч человек. Из протокола допроса узницы Минского гетто Зарецкой от 23 декабря 1945 года. Немцы создали гетто вскоре после прихода в город Минск. Сначала они на каждого еврея наложили по отдельности контрибуцию – выкуп, заявляя, что после этого население якобы оставят в покое. С первых же дней немцы собрали всю интеллигенцию по национальности евреев – около 2000 человек мужчин и отправили их в лагерь, созданный вблизи деревни Дрозды Минского района, где они находились под открытым небом без пищи и воды на протяжении 80 дней. Впоследствии их расстреляли. Об этом мне говорила Богданова Мария, которая немцами расстреляна в 1943 году. Немцы в гетто производили массовые погромы под разными предлогами. Всего их было проведено пять. Кроме того, они совершали и ночные погромы, которые держали население гетто в постоянном страхе, ибо каждый был неуверен, будет ли он жив завтра. Немцы жестоко обращались с евреями в гетто и даже на глазах у всего населения расстреливали детей, стариков и больных, находившихся в больнице. Первый массовый погром в гетто происходил 7 ноября 1941 года. Примерно в 7 часов утра в гетто было окружено несколько кварталов полиции и СД. После этого чиновники СД и полиция в пьяном виде с резиновыми дубинками выгоняли всех евреев из квартир на улицу и выстроили их в колонны, в которых были мужчины, женщины, старики и дети. Когда немецкие фотографы засняли эти колонны, евреи вывезли в закрытых автомашинах на окраину города в урочище Тучинка. Я тоже была в этих колоннах, но сумела скрыться. Вернувшись с места уничтожения, Кантин рассказал мне о том, что привезенные в Тучинку евреи были раздеты наголо, после чего их загнали в яму, облили хлорной известью, заживо закопали землей. Земля, которой были засыпаны живые люди, долго шевелилась. Кантин говорил, что он в числе других евреев-мужчин был отобран для того, чтобы закапывать живых людей в могилах. Когда они всех живых людей закопали в ямы, то немцы расстреляли и всех тех, кто закапывал ямы. Сам Кантин во время расстрела получил ранение и притворился мертвым. Когда стемнело, он выполз из ямы и пришел в гетто, где лежал больным. Еще до моего выезда в концлагерь Тростенец немцы уничтожили Кантина вместе с другими больными. Таким образом, за этот день было уничтожено ни в чем не повинных людей около 25-30 тысяч человек. С целью скрыть это массовое истребление еврейского населения, немцы в своей газете писали, что этот погром был вызван якобы тем, что евреи, как большевики, хотели устроить демонстрацию в честь праздника Октябрьской революции. Второй массовый погром в гетто был 20 ноября 1941 года. Немецкими полицейскими ИСД было окружено несколько кварталов гетто и под предлогом отправки на работу в другие районы евреев выгнали на улицу. Отобрав около 5000 человек, их увезли в неизвестном мне направлении. Гетто был слух, что эти 5000 человек расстреляны. Третий массовый погром был 3 марта 1942 года. Утром немцы объявили, что на юбилейной площади состоится собрание. Когда собралась масса народа, то эту толпу окружили и стали расстреливать. Это я видела сама лично. Трупы расстрелянных валялись несколько дней на юбилейной площади, на других прилегающих к площади улицах, а потом их похоронили на бывшей мусорной свалке по улице Заславская. В этот день было расстреляно около 5000 человек советских граждан. Четвертый массовый и самый страшный погром был 28 июля 1942 года, который длился в течение четырех дней. На этот раз все гетто было окружено войсками СС, полицией и СД, а также солдатами воинских частей. В окрестностях деревни Малый Тростенец и в 12 километрах юго-восточнее Минска располагался лагерь смерти Тростенец. Он стоит в одном ряду с такими крупными лагерями в Европе, как Аушвиц, Треблинка, Белжец, Собибор и другие. По данным Чрезвычайной Государственной комиссии в этом лагере нацистами было замучено 206 тысяч человек, включая еврейское население Минска и окрестностей – советских военнопленных, австрийских, немецких и чешских евреев, партизан и участников Минского антифашистского подполья. Лагерь состоял из рабочей части, подсобного хозяйства и трех мест массового уничтожения. Первым, самым продолжительным по времени действия и самым крупным по количеству жертв было урочище Благовщина – место массовых расстрелов на 13-м километре шоссе Минск-Могилев. Своих жертв гитлеровцы расстреливали у длинных ям траншей и закапывали. В этом урочище уничтожены советские военнопленные, тысячи участников Минского антифашистского подполья и партизан, узники Минского гетто, депортированные из Западной Европы, жители города, схваченные оккупантами в качестве заложников и мирное население из партизанских зон. В 1943 году для сокрытия следов преступления гитлеровцы извлекли трупы из траншей и сожгли. Этим занималась специальная зондеркоманда СС «1005 Центр». В июле 1944 года Чрезвычайная государственная комиссия обнаружила в Благовщине 34 ямы могилы. После тщательного осмотра, экспертизы и опроса свидетелей комиссия установила, что в этом урочище оккупанты убили и сожгли около 150 тысяч человек. С осени 1943 года и до конца оккупации массовое уничтожение людей происходило в урочище Шашковка в полукилометре от рабочего лагеря Тростенец, где гитлеровцы построили кремационную яму-печь для сожжения человеческих тел. Этот примитивный крематорий поглотил около 50 тысяч трупов. Последним местом одномоментного уничтожения людей в Тростенце стал бывший колхозный сарай, в котором 29-30 июня 1944 года за три дня до освобождения Минска расстреляно и сожжено 6,5 тысяч человек. Это были последние узники лагеря Тростенец, заключенные тюрьмы по улице Володарского и лагеря по улице Широкой, привезенные из Минска на грузовиках. Это было исключительно мирное население – жители Минска и окрестностей, в том числе женщины и маленькие дети. Из горящего сарая удалось спастись только двоим. Из акта Минской областной комиссии ЧГК СССР о преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в окрестностях деревни Малый Тростенец от 25 июля 1944 года. Путем осмотра самого лагеря – 34 ям могил на месте массовых расстрелов мирных жителей, сожженных сараев, сожженными трупами расстрелянных, штабелей бревен с недогоревшими трупами в специальной печи, которые расстреливались и сжигались мирные советские граждане, а также путем опроса свидетелей, комиссия установила. Первое. В концентрационном лагере Тростенец немецко-фашистскими захватчиками производилось систематическое физическое истребление советских граждан. Это зверское истребление советских людей по своей массовости превосходит все злодеяния фашистских людоедов, которые были известны до сего времени через комиссию и о которых сообщалось в нашей советской печати. Среди сотен тысяч советских людей, замученных в Тростенце, были военнопленные, политические заключенные немецких тюрем, еврейское население из города Минска и других городов Белоруссии, партизанские семьи, семьи заложников из города Минска и другие люди, захваченные немецкими людоедами. Среди погибших людей было много женщин, стариков и детей. Здесь же в лагере Тростенец уничтожалось еврейское население из городов Чехословакии, Австрии, Германии и Польши. В 1941 году немцы произвели массовые расстрелы на месте Благовщина. Вырубленный лес недалеко от самого лагеря, на 11-м километре от Минска по Могилевскому шоссе. Свои жертвы немцы подвозили специальными эшелонами к дорожно-строительному участку, находящемуся на 9-м километре шоссе Минск-Могилев. Здесь ото всех обреченных отбирались ценные вещи. Людей грузили в большие крытые автомашины с прицепами и увозили на место расстрела в Благовщину, где изготовлялись заранее огромные могилы до 60 метров в длину. Людей раздевали, оставляли в одном белье и расстреливали у края могилы. По показаниям свидетелей, сюда привозили людей, замученных в душегубках. Сложенные в могилу трупы засыпали землей и утрамбовывали гусеничными тракторами. К осени 1943 года расстрелы людей в Благовщине прекратились. Чтобы скрыть следы неслыханных злодеяний, немцы начали раскапывать могилы, извлекать трупы и сжигать их. Для подвоза дров на место сжигания были мобилизованы все подводы Тростенецкой волости. И в течение двух месяцев каждая подвода ежедневно должна была доставить дорожно-строительному участку два кубометра дров. Оттуда немцы машинами увозили дрова непосредственно к месту сжигания. Пепел и мелкие кости зарывали в могилы, которые потом были замаскированы сверху форестом, хиловыми и сосновыми ветвями. Второе. К осени 1943 года немцы не зарывали трупы расстрелянных. Для уничтожения трупов, замученных ими, была построена специальная печь в укрытом лесном месте в урочище Шашковка, полкилометра от лагеря. Сюда ежедневно привозили в открытых и закрытых автомашинах живых людей, а также трупы из душегубок. Расстрелы производились, судя по огромному количеству расстрельных гильз, у входа в печь и в самой печи. Отдельная партия обреченных взрывали и убивали гранатами. Останки разорвавшихся гранат находятся в изобилии как около печи, так и внутри ее. Трупы укладывались на рельсах под топками, поливались горючим, смолой, перекладывались дровами и зажигались. Для повышения температуры подкладывались целые кассеты зажигательных бомб, коробки с запалами от гранат и тому подобное. Уцелевшие крупные кости трамбовали специальными трамбовками. В печи найдены останки обуглившихся трупов, масса пепла и мелких перегоревших костей. Тут же находилось большое корыто, ящик, куда специальными лопатами выгребался пепел. У входа в печь и у ворот стен, окружавших печь, имеется много обгоревших останков одежды и мелких вещей погибших. Женские кофточки, детские носки, пуговицы, гребенки, пудреницы, перочинные ножи, зажигалки, кружки, котелки, мешочки с картофелем и т.д. По всей видимости, немцы раздевали в этом месте своих обреченных. Пепел и кости из печи немцы рассыпали по окрестным полям. Третье. К концу июня 1944 года, когда к Минску подходила Красная армия, немцы не успевали сжигать трупы замоченных в шашковке. 29 июня немцы начали открыто расстреливать привозимых на специальных машинах жертв возле бывшего колхозного сарая в деревне Малый Тростенец. Трупы расстрелянных и удушенных они складывали 29, 30 июня и 1 июля в сарай, а также на штабель бревен, а потом поджигали их. Полуобгоревшие трупы так и остались лежать на бревнах. Среди трупов есть женщины и дети. У сжигавшихся сараев с трупами обнаружены остатки личных вещей погибших – кошельки, шапки, платки, перочинные ножи, котелки, фляжки. На некоторых котелках и фляжках комиссии обнаружены надписи, свидетельствующие о личности погибшего. Некоторые надписи имели даты, когда они были сделаны. Так, одна надпись была сделана 26 июня сего года. Четвертое. Показаниями свидетелей установлено, что в районе лагеря было замучено и несколько семей из самой деревни Малый Тростенец. У арестованного немцами Ганича дама расстреляна жена, две дочери, два сына, младшему из которых было два года от рождения. Жена и четверо детей были расстреляны у Ганича Франка. Расстреляны семьи Башко Александра и Шиманского Александра. Расстреляны с сожжен в колхозном сарае Журавский Виктор. Расстреляны и сожжены в своих домах Колосковская Мария, 72 года, и Пищенко Роза, 48 лет. Пятое. Свидетель Савинская Степанида Ивановна случайно спасшаяся при расстреле 30 июня сего года, производившимся в колхозном сарае деревни Малый Тростенец, рассказывает. 30 июня 1944 года нас, 50 женщин-заключенных в концентрационном лагере СС по широкой улице в городе Минске, погрузили в автомашину и повезли в неизвестном направлении. Отъехав примерно 10 километров от города Минска, автомашина остановилась у одного из сараев возле деревни Малый Тростенец. Здесь мы все узнали, что нас привезли на расстрел. Мы слышали, как у передовой автомашины, где находились арестованные мужчины, раздавалась команда «Выходи по два», после чего слышались выстрелы из автомата и револьверов. Когда все заключенные из этой машины были выведены и расстреляны, к этому же сараю подогнали нашу автомашину. Из заключенной женщины по команде немецких палачей выходили по 4 человека из машины, ложились поверх уложенных трупов и расстреливались. Почти весь сарай был уже заполнен трупами, так как перед нами сюда были привезены две машины заключенных, которые были расстреляны. Вскоре очередь дошла и до меня. Я с Голубевой Анной и Симашко Галиной, еще одной женщиной, фамилию которой не знаю, по команде немцев вышла из машины и взошли на штабель трупов. Когда послышались выстрелы, я упала и была ранена легко в голову. Я лежала на трупах до позднего вечера. Немецкие палачи привозили в этот день еще две машины с женщинами, которые были расстреляны на моих глазах. Среди них были и дети в возрасте от 3 до 10 лет. После каждого расстрела немцы ложили поверх трупов дрова и обливали их бензином. И, бросив в сарай гранаты, поджигали сарай. Я решила бежать из сарая, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Я выбралась из-под трупов, увидала двух мужчин раненых и все втроем мы побежали. Немецкий конвой открыл по нам огонь, бежавшие со мной мужчины были убиты. А я все же убежала в болото и скрывалась там 15 дней, так как не знала, что Минск уже освобожден за эти дни от немецких захватчиков. Шестое. При осмотре барака, находящегося в самом центре и окруженного тремя рядами проволочного заграждения, средний из них с электрическими проводами, установлено, что все заключенные, находящиеся в бараке в последние дни существования лагеря, были расстреляны. Об этом свидетельствуют окровавленные стены, одежда, тюфяки, нары, лужи крови в проходах барака и кучи стрелянных гильз у входа в барак. Из показаний отдельных свидетелей. Будай Валентина Васильевна. Видно, что в непосредственном сжигании трубов в печи принимали участие и румыны. Многим узникам пришлось пройти через лагерь по улице Широкой в Минске. Лагерь находился в ведении СС, выполнял функции трудового лагеря и сборного пункта для отправки людей в Тростенец, Аушвиц или на принудительные работы в Германию и оккупированные страны Европы. В лагере постоянно находилось около двух с половиной тысяч человек. С августа 1943 года между лагерем по Широкой и Тростенцом регулярно курсировали четыре машины-душегубки. Отравленные по дороге выхлопными газами, узники умирали в страшных муках. Их тела сжигались в кремационной яме печи. Только за период с августа 1943 по 30 июня 1944 года в лагере по улице Широкой было уничтожено около 20 тысяч человек. Из заключения старшего лейтенанта юстиции Пихтова о концлагере по улице Широкой города Минска от 25 июля 1944 года. 30 июня 1941 года после оккупации города Минска немецко-фашистскими захватчиками было создано СД – немецкий полицейский орган, который сразу же организовал концентрационный лагерь СС. Названный лагерь был организован по широкой улице в городе Минске, площадью в 60 тысяч 500 квадратных метров, обнесенный забором и поверх колючей проволокой. Из бывших двух конюшен были приспособлены два барака, в которых вмещались до тысячи человек. Но фактически в этих бараках немецкими захватчиками было согнано и содержалось до 4 тысяч человек мирных советских граждан, большинство которых были женщины, старики и дети. Как установлено следствием, все эти советские люди первоначально содержались по 2-3 месяца в самом СД, а затем после длительных и мучительных пыток без предъявления каких-либо обвинений направлялись в лагерь СС и там без суда систематически уничтожались. Уничтожение этих советских людей производилось как путем массового расстрела, так и посредством газового автомобиля – душегубки. Как, например, допрошенный по этому поводу свидетель Моисеевич Леонид Александрович показал. «За время моего пребывания в данном лагере, то есть 21 августа 43 по 30 июня 44 года, немецкими палачами было уничтожено около 9-10 тысяч советских граждан, большинство которых были старики, женщины и дети, начиная с грудного возраста». Другой свидетель, Беляев, сообщил о душегубке. «Отношение администрации лагеря ко всем заключенным было звериное. За малейший проступок избивали заключенных плетками и нагайками до потери сознания. Кормили заключенных одной водой, куда попадал песок, земля и другой мусор. Хлеба выдавали по 100-200 грамм в сутки и недоброкачественный. В связи с этим заключенные советские граждане опухали от голода и умирали. Уничтожение всех советских граждан, содержавшихся в лагере, проводилось методично – посредством газового автомобиля. «Я сам был очевидцем, когда в автомобиль погружались по 100 человек и отвозили в деревню Малый Тростенец Минского района, и там их сжигали, так как люди, находившиеся в кузове автомашины, умирали в пути следования от газа, который проходил через специально оборудованную трубу. Я лично в этой машине был доставлен из тюрьмы в лагерь и видел все это оборудование. А внутри кузова стены были обиты цинком, а дверь кузова герметически закрывалась. Заключенные, заболевшие тифом и другими болезнями, имевшие температуру до 37,5 градусов, в дальнейшем не лечились, а подлежали к уничтожению. Как показывает свидетель Беляев Григорий Иванович, за период его содержания в лагере, то есть с 22 сентября 1943 года по 29 июня 1944 года, немецкими захватчиками было уничтожено около 9 тысяч советских граждан, в большинстве которых убивали в душегубках. Местами массового уничтожения гражданского населения в окрестностях Минска также были хутор Петрашкевича, где в восьми могилах захоронено 25 тысяч расстрелянных жителей Минска, у ручья на девятом километре шоссе Минск-Москва, где в десяти ямах-могилах покоятся останки 30 тысяч человек и другие. В акте Минской областной комиссии ЧГК от 13 августа 1944 года сообщалось, что только в ближайших окрестностях Минска и обследованных комиссией местах массового уничтожения немецкими оккупантами истреблено 300 тысяч граждан.